Резидент Ивел Дебютировала Джилл Валентайн в оригинальном Резидент Ивел в составе группы Альфа, специального подразделения полицейского департамента Раккун-Сити под названием Старс. Она, как и остальные герои зомби-хоррора, оказались в горах Арквей в ходе расследования случаев каннибализма и исчезновения коллег с формации Браво. Вертолет пропавшей группы был найден, но вместе с ним и останки пилота, которого обглодала свора мутировавших собак Церберов. От них же попытались спастись бегством и члены спасательной операции. Лишь Джозефу Фросту не удалось избежать участи стать поздним ужином восставших из-за адапсов. Остальные смогли скрыться от беды в якобы заброшенном особняке. Выжившими оказались оружейник Барри Бертон, дозорный Крис Редфилд, капитан отряда Альберт Вескер и, конечно же, мастер по взрывчатке и заклинательницей отмычек Джилл Валентайн. Как мы все помним, события той ночи развивались очень стремительно. Герои повстречались с первым зомби, ближе познакомились с Церберами, Пауками и Гигантской Змеей. В ходе исследования особняка выяснилось, что он принадлежит Озвилу Спенсеру, человеку, создавшему Тивирус, поднимающего мертвых из могил. Свои нечеловеческие испытания он прикрывал фармацевтической корпорацией Амбрелла, лаборатории которого и расположились под невинным живым зданием. До нее выжившие полицейские добираются в самом конце игры, и там их ждет еще один сюрприз. Их капитан Альберт Вескер давно работает на зловещую организацию и с самого начала подыскивал момент избавиться от незваных гостей. Для этого он выпустил на волю зомби Бугая под кодовым названием Тиран, который в свою очередь неожиданно нападает на своего хозяина. Только лишь из-за этого поворота судьбы группа Альфа умудряется выбраться из этого кошмара. В этом им помогает блудный пилот, сбежавший в самом начале игры. Совесть ему не позволила оставить друзей в беде. Количество выживших героев напрямую зависело от действий игрока. Но по канону считается, что спаслись все, кто вошел в особняк, и найденный там медик команды Браула Ребекка Чемберс. После инцидента в горах Арквей спасшиеся члены отряда Старс посвятили себя борьбе с корпорацией Амбрелла. Крис отправился прочесывать старый свет в поисках их филиалов, а Барри навещал семью в Канаде, тогда как мисс Валентайн проводила свое расследование в Раккун-Сити, во время которого на город нагрянули орды зомби. Ей во второй раз пришлось выживать среди ходячих мертвецов. Только на этот раз за ней по пятам следовал Немезида, усовершенствованная разновидность тирана, созданная Амбреллой специально для поимки членов Старс. Долго блуждая по городу, в попытках убежать от монстра, Джил добирается до центра, где встречает наемника Каароса, члена подразделения Амбреллы по принятию контрмера в условиях биологического заражения. Вместе они впоследствии выбираются из кишащего ожившими трупами города на вертолете, тогда как сам Раккун-Сити стирает с лица земли ядерный взрыв. Интересный факт. В ремейке первого «Резидента» прототипом для внешности Джилл стала канадская модель и актриса Джулия Вод. Продолжая бороться с ненавистной корпорацией, красотка Джилл вместе с Крисом Редфилдом в 2003 году вступает в частную компанию по борьбе с биотерроризмом. Одним из первых заданий была зачистка российского представительства Амбреллы, с чем они, естественно, легко справились, что в итоге привело к падению фармацевтической компании. Продолжение следует... Резидент, который был виноват в первую очередь, но он не был виноват в первую очередь. Но время расслабляться еще не настало, ведь на свете еще много всякой заразы, которую будут использовать для террора. К тому же Альберт Весклер был все еще на свободе. Для войны с такими негодяями напарники создали свой альянс по оценке угрозы биотерроризма при поддержке правительства США. В 2005-м, в ходе очередного расследования, Крис Рэдфилд исчезает где-то в Средиземном море. А так как Джилл всегда была хорошей подругой, то она незамедлительно отправляется на поиски своего ненаглядного. Это ее привело на круизный лайнер Королева Зенобия. Ну, а что случилось дальше, мы не расскажем, чтобы не портить впечатление от Resident Evil Revelations. В 2006-м неразлучная парочка высветила одного из основателей Umbrella. Отзыва Спенсера. Его новый особняк располагался где-то в Восточной Европе, куда они и отправились. Во многом, это их приключение было ностальгическим, ведь планировка и загадки страшно напоминали их первое дело в горах Арквей. С той лишь разницей, что в этот раз они застали престарелого Спенсера дома, но немного поздно. Рядом с еще теплым телом был и убийца, который оказался никто иной, как Альберт Весклер. Потасовка чуть было не заканчивается смертью Криса, но в последний момент его напарница успевает вытолкнуть злодея в окно и оба отдают концы в воду. Не! Не! Продолжение следует... Не! Кир secко! Кирилл! Но Capcom так просто не избавляется от своих самых знаменитых героев. В Resident Evil 5 новый вирус под названием Ураборос поразил автономной африканской регионки Джуджу. С миссией по нейтрализации источника заразы были посланы два оперативника – Крис Редфилд и Шелла Аломар. Мутирующие на глазах негры привели их к самому Вескеру, который за время отсутствия подчинил себе волю выжившей Джилл. Преобразилась она после эксперимента своего похитителя. Нужен он ей был для совершенствования Ураборос. Во время заточения Альберт обнаружил в ее теле останки Т-вируса, которым она была заражена в третьей части, и думала, что тогда же от него и избавилась с помощью специальной вакцины, приготовленной Карлосом. Криосон, в котором она пребывала, разбудил спящий вирус. Но организм к тому времени смог научиться вырабатывать антитела, ему противостоящие. Ее антитела и стали важным элементом нового биологического оружия Ураборос. В ходе исследования также был обнаружен химикат Пей-30, наделяющий пациента суперсилой и слабой воли. Именно такой и встречается игрокам теперь уже блондинка Джилл. После ожесточенной битвы, еле живая Джилл приходит в себя только для того, чтобы популярно объяснить Крису, что он должен остановить поднадоевшего злодея в темных очках. В аддоне Desperate Escape нам показали незамысловатую историю, как мисс Валентайн раздобыла вертолет, чтобы в момент особой нужды успеть спасти героев основной игры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помимо игровой серии Resident Evil, она засветилась голливудских игроков. А также два раза посетила файтинг Marvel vs. Capcom и ролевой кроссовер Project X-Zone. Но в сюжет шестой части основной серии игр она почему-то не вписалась. Вместо этого для нее придумали специальное приключение под названием Resident Evil Revelations. Там она во всей красе предстанет перед ее поклонниками. Так что не пропустите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Автор текста Александр Шакиров, режиссер видеомонтажа и диктор Марк Юзенос.